Специальные чипы, бирки, кольца или ошейники могут появиться у всех домашних животных уже в ближайшее время. Минсельхоз России вынес на общественное обсуждение законопроект, который в дальнейшем планируется внести в Госдуму. Исходя из него, для идентификации могут быть маркированы лошади, коровы, домашние птицы, кролики и многие другие животные. Примечательно, что в список животных входят даже пчелосемьи, рыбы и другие водные животные. Людям же предлагается на выбор несколько видов маркировки. По мнению рязанцев, сейчас российское общество еще не развито для того, чтобы чипировать домашних животных, вживляя им под кожу специальный чип с информацией о владельце. В данный момент горожане отдают предпочтение ошейникам с необходимыми данными хозяина. Так как у нас не очень развито с чипированием, я не думаю, что если она потеряется, ее прямо найдут и прямо везде определят, что она моя. Мне кажется, может, ошейник все-таки, пока вот по нашему времени, мне вот так кажется, что самое такое вот, то, что будет действовать по жизни. А если уже будет реально все организовано, что чипирование, то мне кажется, это было бы, конечно, хорошо. Многие владельцы собак уже давно оставляют на ошейнике свой номер телефона на случай, если питомец потеряется, а его найдут другие люди. Среди рязанцев ошейник предпочтительнее и по той причине, что это самый гуманный метод по отношению к животному. Многие боятся сделать больно или навредить своим питомцам и выступают против чипирования, татуировки и клейма. Но это вредно для животных, потому что больным прижигает. Для бездомных их лучше, конечно, чипировать, потому что их кастрируют и потом чипируют. Это так в Владимирской области все собаки такие. А так для домашних, мне кажется, это не надо делать. Некоторые горожане усматривают в маркировке и проблему выкачивания денег из населения. Кому нужны деньги, они ничего не могут произвести. И как проще всего с народа собрать, да и все. Другие люди одобряют гуманную маркировку не только потому, что потерявшееся животное могут вернуть неравнодушные люди, но и потому, что маркировка может повысить дисциплину владельцев. В первую очередь, чтобы ответственнее относились к животным, я так думаю. Если это все правильно, конечно, будет. Не так, как попало, лишь бы деньги содрать. А если все грамотно, если правильно, то относиться к животным будет лучше, не будут их выбрасывать, не будет бездомных собак. Авторы законопроекта рассчитывают, что повсеместная маркировка также позволит проследить и выявить источники заболеваний животных, в том числе общих для человека и питомцев. Ввести обязательную маркировку домашних питомцев в России пытаются с 2016 года. Однако каждый раз законопроект возвращается на доработку. Сейчас планируется, что документ вступит в силу 1 января следующего года. Маркировать животных предлагается за свой счет. В целом, стоимость процедуры обойдется от 25 до 500 рублей в зависимости от выбранного вида маркировки. Сам учет животных будет вестись бесплатно. За уклонение хозяина питомца от маркировки проект предусматривает административное наказание. Для частных лиц штраф может составить от 500 до 1000 рублей.